МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Деловые новости. В студии работает Владимир Беляков. ТАСС сообщает, Народный банк Китая сегодня понизил курс национальной валюты к доллару США на 340 базисных пунктов. СМИ колебания обменного курса валют связывают с приближением 6 июля – даты введения пошлин в отношении КНР со стороны Штатов. Согласно заявлениям прессы, нынешняя напряженность обусловлена эскалацией торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем. Дальнейший сценарий будет зависеть от развития отношений, в частности, разрешения торговых споров между двумя странами. ТАСС передает. Президент США Дональд Трамп отправил ряд писем лидерам стран, союзников Соединенных Штатов по НАТО, в которых обрушился на них с критикой, заявив, что они тратят слишком мало средств на оборону в рамках Альянса, сообщает газета New York Times. По ее данным, Трамп продослал такие письма в прошлом месяце, в том числе лидерам Германии, Канады, Бельгии и Норвегии. В них президент дал понять, что США теряют терпение в связи с тем, что союзники Вашингтона, по его мнению, не желают увеличивать расходы на оборону. Напомним, на саммите НАТО в сентябре 2014 года лидеры стран Альянса приняли обязательство в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% от ВВП. В настоящее время лишь 8 членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Трамп обещал поднять этот вопрос на предстоящем 11-12 июля в Брюсселе очередном саммите НАТО. За 5 месяцев 2018 года почти 40 тысяч казахстанцев переехали в другие страны на постоянное место жительства. Об этом сообщает ЛС со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Казахстана. При этом больше всего казахстанцев эмигрировали в Россию, Германию, Польшу, США, Канаду и Израиль. Для сравнения, за весь 2017 год, по данным Комитета по статистике, из Казахстана выехало менее 38 тысяч человек. По итогам нынешнего года показатель эмиграции увеличится, судя по всему, не меньше чем в два раза, пишет Регнум. Агентство отмечает, что причинами роста эмиграции являются недостаток рабочих мест, падение реальных доходов населения, падение качества высшего образования, коррупция и нерациональное использование бюджетных средств, повышение пенсионного возраста для женщин и другие. Власти Туркменистана массово ликвидируют телевизионные тарелки в сельской местности, установленные гражданами за свой счет, сообщает Tengi News.kz со ссылкой на портал Азатлык. Издание отмечает, что ранее демонтаж спутниковых антенн на жилых домах осуществлялся в основном в Ашхабаде и крупных городах. В Туркменистане действует семь телеканалов и четыре радиостанции, которые находятся в ведении государства. По словам собеседников Азатлыка, население страны смотрит в основном российское телевидение и турецкие телеканалы, а среди жителей приграничных регионов популярны узбекистанское, казахстанское и азербайджанское телевидение. Наблюдатели связывают возобновление властями Туркменистана деятельности по ликвидации спутниковых антенн с усилением мер по информационной изоляции населения страны. Как сообщалось ранее, Туркменистан переживает тяжелейший со времен обретения независимости экономический кризис, сопровождающийся ростом цен, дефицитом продовольствия, безработицей, увеличением потока трудовой миграции за пределы страны, ослаблением национальной валюты, при которой черный курс доллара в несколько раз превышает официальный. Казахстанский певец Кайрат Нуртас подарил своей маме новенький внедорожник Lexus RX 450 с красивым номером. Как подсчитал портал Комод Киезет, подарок обошелся артисту в круглую сумму более 28 миллионов тенге. Примерная стоимость Lexus 27,5 миллионов тенге. Номер серии 777 Гул тоже не из дешевых. За него необходимо заплатить около 700 тысяч тенге, пишет издание. Это были деловые новости. На этом все. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok